Семидис Павел ко мне пришел, он работал тогда на кого-то, сейчас он бизнесмен, у него своя строительная компания и счастливые отношения. Пришел он ко мне из-за своих отношений, не из-за денег, он пришел решить проблемы с отношением, встретил нового партнера после пятого элемента. Сначала занималась его девушка, вообще не хотели расходиться, это был Новый год, под Новый год, и он сказал, давай ты позанимаешься на пятом элементе, мы потом решим. В итоге Новый год они встречали вместе, сейчас, по-моему, они женаты и даже, может быть, ждут ребенка, возможно, я не уверена, может быть, он сейчас скажет. Ну и увеличили прибыль до цифры 6 нулей в валюте, в долларах, да, то есть он стал долларовым миллионером и начал кормить даже своих строителей. И был такой факт интересный, что мне вчера отправили, он отправляет видео, там где течет вода в темноте, да, и он говорит, Макпал, вы не поверите, сегодня мы снимали кейс, его на видео снимали кейс, как моего ученика, он говорит, и в этот день произошло чудо, приезжаю в горы, а там у него дом строился, и там, говорит, невозможно было вырыть скважину, ну, то есть там сказали, что это невозможно, то есть там 30 метров надо было бурить вниз, да, чтобы эта вода досталась, он говорит, а мы там, они немножко пробурили, но он, может быть, сейчас расскажет, я таких нюансов не очень понимаю, знаю, и говорит, и пошла вода, и все, все профессионалы сказали, это невозможно, и там просто вот эта вот вода льется, говорит, и вот это чудо у нас произошло. И вот с этого момента он все время живет в разных чудесах, и даже строителей своих кормит по программе пятого элемента и не разрешает им кушать свою еду, и они быстрее начали у него работать, сдавать объекты и так далее, то есть он научился некоторым алгоритмам энергетическим, давайте послушаем его, я уже давно его не видела, мы его любим звать, потому что он мужчина, а у нас мужчины как бы редко, вип-клиенты часто прячутся, не соглашаются, а Максим, так как он на программе все-таки состоялся, да, он все время находит великодушие прийти рассказать о своих достижениях, но я думаю, что сегодня их еще больше. Я так смотрю, у него каждый раз компании растут с каждым годом. Максим, я очень рада вас видеть, вы где? Здравствуйте, меня слышно? Слышно, слышно, расскажите свою историю, всем интересно, я всегда рада вас видеть. Слышать, видите, да, мы всегда меня вдохновляем, своими лекциями, своими крицами, девушки такие, конечно, суперские. Да. Сейчас они попали, да, конечно, под впечатлением от них. Ну, здорово. Ну, я действительно учился на втором потоке, пятого элемента, когда, да, у меня такой был переходный, тяжелый, достаточно момент в жизни, когда я как-то замок на себя так собирал, вот, и действительно было запрос на отношения, вот, а в работе был запрос как раз, вот, это творчество. Раньше я не то, что работал по найму, а я, как, ну, я строитель, вот, в втором поколении, я, в основном, ну, занимался подрядами, да, то, что мне заказали, построили. Но я потом увидел, что творчества в этом мало, что я как-то тебя не реализую. Ну, вот, и после пятого элемента у меня появились стилы, ресурсы, я там увидел классный проект, который я могу сделать. Я вам про него рассказывал, да, как раз на этом проекте, это горный отель был наш собственный. Мы там начали туристить в складину, как вы сказали, в очень сложных условиях. Вот, так нам повезло, что мы прогурили 300 метров и 30-300, и попали в горный родник. Ну, вот у нас потепла такая чистая питьевая вода, да, поэтому круглый год течет 26 градусов, это такая тепленькая, да, немного. Супер. Да. В горах это вообще невозможно, наверное, должна была застыть, а она у вас еще тепленькая. Да, у нас в округе единственная сквариона Пробулина, мы очень много усилий приложили, чтобы нам дали оттуда брать воду, чтобы брать собственную сквариону. Вот, а вчера, представляете, он мне звонил, переполняет, что у меня тут скважина, больше не печет. И не мог бы это меня к себе подключить. Я говорю, что вы мне столько трое выделили. Ну, то есть, конечно, все надо, я вас подключу, да. Ну, и что еще в моей жизни интересного происходит, что я тоже связываю с чёбой на пятом элементе. Знаете, у меня две мысли, которые вы заложили, очень запали в голову. Вот одна, это то, что любой человек, он может иметь свое жилье. Да. Вот, это что-то такое, на самом деле, нормальное. Вот. Это новое. Больше человека там в каком бы состоянии не было. Как бы, может, да, себе это позволить обеспечить. Вот, и сейчас мы запустили X-серию, начали строить их для жилья, там, для дач, для собственного жилья, там, для созданного бета. Вот, она получилась такая очень комфортная, в два раза дешевле, чем все, что есть на рынке. Такая очень добротная, качественная. Вторая мысль, которую мне в голову посадили, это то, что 7 нулей тоже возможны. Да. Да, и вот я сейчас так-то направляю свое внимание на то, чтобы увидеть, где эти мои 7 нулей. Ну, то есть, как бы, я вижу, но все равно, вот эти пока программы. Теперь вы хотите не 6 нулей, вы хотите 7 нулей. Да, 7 нулей – это возможно. Ну, 6 нулей, слава богу, по крайней мере, в собственности уже есть, да? Да. Вот, а сейчас просто, ну, кроме того, что 7 нулей, ну, сама припасе, конечно, играет, это такая прикольная, даже суть у них дома. Потому что, ну, реально, с помощью этих 7 нулей настолько большому количеству можно помочь решить этот личный вопрос, да, то есть из прошлого века, там, настоящий, да, там, ну, почти какие-то базовые потребности, да, то есть мы не можем с вами где-то сегодня не ночевать, да, но совсем где-то надо жить. У многих людей, мы знаем, что это, есть вопросы, да, там, у них, там, у детей и так далее, да? Вот, ну, я думаю, что вот эти технологии, которые мы сейчас подкатали, они очень помогут в этом, как-то даже изменят нашу строительную отрасль. Вот, у нас сейчас очень много заказов из Кавастана, где-то рубежат, из Европы даже звонят, потому что надо, правильно, что по-моему построить, вот мы сейчас думаем, как это все делать. Я правильно понимаю, что у вас какие-то технологии новые появились, которыми интересуются все европейские еще, да, заказчики? Да, правильно, вы понимаете, вот. Ну, то есть, по сути, какой-то умочилеки, получается, свесмостойкие, что для нашей луке очень важно, да, здесь стало, чтобы не было патности для жизни, для здоровья жителей. Вот, ну и по цене он, получается, ну, реально. Дешевле. То есть вы решаете, не просто зарабатываете сейчас. Максим, вы на пятый элемент пришли человеком, у которого не было своего бизнеса. Мало того, чтобы вы сделали свой бизнес, мало того, чтобы вы заработали миллион долларов, вы сейчас еще создали идею, как сделать свой вклад, чтобы цена была дешевле, чтобы это была сейсмостойка, да, чтобы это было удобно для всех. Все правильно, да. И вот такой готовый дом, мы сейчас, вот последний заказ за 45 дней сдали прям. За 45 дней? Да, до чистовой отделки, что ли. Максим, я должна что-то построить вместе с вами в Алма-Ате. Я вам позвоню. Буду очень рада. Ну, то есть это действительно такая классная тема, которая решает, ну, Супер. Детских болей, да, это и быстро, и дешевле, и качественно. Классно. Спасибо большое. Да, действительно, такая вот, как-то мне тоже, кажется, знаково, что ты меня пригласил на свой эфир, что я думаю, какая-то... Ну, вы знаете, что каждый раз, приходя ко мне на эфир, вы потом у вас что-то хорошее происходит. Да, действительно. Максим, скажите, вы женились? Простите, что сказать? Поженились вы? Да, мы поженились. Когда? В прошлом году, в декабре. В прошлом году, в декабре. Год назад. Ну, нет, не год назад, полгода назад. Полгода назад. Полгода назад. Ну, мы это широко не афишируем, но... Ну, я уже считала это, но вы же не можете от этого отказаться? Да, я от этого отказаться не могу, я даже был как-то потерпением. Супер. Срепетом, вот, поэтому... Классно. Ну, счастья вам, здорово. Я так рада. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, что пришли, рассказали свою историю. Ребята, это был Максим Беспаев. Если хотите, задачи своих отношений. Вот, не хотел это афишировать, но я его... Немножко вынудила рассказать ему о том, что они поженились буквально полгода назад, получается, в декабре. И видите, как все успешно со всех сторон сложилось.